Добрый вечер, вы перевести Карачаева, Черкесия, об студии Руслан Жукаев. Вопрос развития транспортной доступности курорта Архыс обсудили в правительстве Карачаева, Черкесии. Под председательством замминистра экономического развития России Сергея Назарова прошло совещание в формате ВКС по вопросу развития транспортной доступности курорта Архыс. А именно была поднята тема реализации проекта автодороги Кисловодск-Красная Поляна, в том числе строительства участка дороги Архыс-Красная Поляна. В ходе совещания председателям правительства Муратом Аргуновым было предложено провести автомобильную дорогу по альтернативному маршруту через Карачаево-Черкесию. Данный вопрос будет дополнительно прорабатываться ведомствами. Продолжается благоустройство дворовых территорий региональной столицы. По федеральной программе до конца текущего года должны преобразиться 15 мест вблизи многоквартирных домов. О том, как меняется облик Черкесии, в сюжете корреспондента Артура Мхце. Этот двор находится в центре региональной столицы, но до последнего времени оказывался вне списка на благоустройство. Лишь после продления действия федеральной программы появилась возможность для его кардинального обновления, как еще для нескольких десятков дворов Черкесии. Так, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» только до конца текущего года должны преобразиться 15 придомовых территорий. Как обычно, туда входит благоустройство проезда, тротуарных дорожек, устройство и обновление детских игровых площадок, установка лавочек, светильников. Минимальные дополнительные вещи возможны. Обычно это являются площадки для сушки белья и тому подобное. В принципе, это все у нас изначально уже входит в проекты. И обычно у жителей замечания только по компоновке, то есть по расположению тех или иных элементов на территории двора. Так, территория вокруг дома по улице Калантаевского была благоустроена со всех сторон. Двор стал куда более доступным для убирающего мусор, транспорта, спецавтохозяйства. Да и самим горожанам есть где припарковаться. Вдоль проезжей части теперь огороженная симпатичная детская площадка и удобная вместительная парковка. Правда, было бы неплохо, если бы сами горожане уважали соседей и не создавали помехи пешеходам. Но это уже дело воспитания. Чтобы создавать то, что востребовано у жителей, было необходимо получить их одобрение по дизайн-проекту. Собственно, на то и рассчитана программа, что людям предлагается эскиз, куда они могут вносить коррективы. Каждый год мы подготавливаем в рамках программы данные эскизы по дворам, которые вошли в данную программу. Они отдаются на согласование жильцам. Жильцам даётся время на внесение своих предложений, утверждения, планов. После этого проекты, дизайн-проекты корректируются на основании чего уже в дальнейшем работает подрядчик. А этот двор объединяет несколько многоэтажных домов Черкеска по улицам Пушкинской, Ворошилова и Первомайской. Удобную зону отдыха дополняет будущая зелёная территория и спортивная площадка. На последний в скором времени, возможно, появятся и баскетбольные кольца. В каких-то дворах работы практически завершены. На других объектах подрядчики трудятся не покладая сил, чтобы до конца текущего года порадовать горожан созданным для них комфортом. В следующем планы не менее масштабные. А значит, облик региональной столицы будет и дальше радовать своим преображением. Артур Мыхца, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Остановись, будь внимателен на переезде. В Карачаево-Черкесии проходит акция с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма на железнодорожных путях. Сотрудники УГИБДД по Черкесску раздали информационные буклеты водителям, где подробно отражены правила безопасности при передвижении на этих участках дороги. В мероприятии принял участие наш корреспондент Альхан Лепшоков. Эти участки дорог несут большую опасность. И в частности, дорожно-транспортные происшествия происходят из-за невнимательности водителя и несоблюдения правил движения по железнодорожному переезду. Сотрудники УГИБДД по Черкесску провели акцию с целью напомнить водителям о важности соблюдения правил и выявить нарушителей ПДД. Всем владельцам автотранспорта раздали информационные буклеты с правилами движения на ЖД-переездах. Послам полицейских на сегодняшний день по России увеличили случай ДТП именно на участках, где находятся железнодорожные пути. Данную акцию считаем правильной проводить на территории города Черкеска. Хотелось бы довести до водителей важность и бдительность при переезде на железнодорожных путях. При этом, если внезапная остановка произошла на железнодорожных путях, желательно, конечно, в первую очередь выйти из машины, вывезти своих пассажиров, включить аварийные огни, по возможности отправить двух человек на расстоянии километра лево и вправо, чтобы данные люди оповестили подъезжающий состав о том, что на железнодорожных путях остановилась машина. При закрытом шлагбауме независимо от сигнала светофора запрещено выезжать на железнодорожный переезд и на встречную полосу, так как это может привести к аварийной ситуации. В ходе акции сотрудники полиции останавливали водителей и напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. И что запрещается делать на железнодорожных путях? Если можно будет, мы вручим вот такую памятку вам. Посмотрите, если есть возможность, можно разослать по родственникам, чтобы они все это знали, смотрели и при них прибегали к правилам. Хорошо, спасибо, продумали. Очень важно при вынуждении остановки на ЖД переезде незамедлительно принять меры и съехать с основной дороги. Сами водители выражают благодарность сотрудникам УГИБДД за ценные напоминания о соблюдении правил дорожного движения. Быть более внимательными и не забывать о правилах дорожного движения. К сожалению, многие ДТП, которые произошли на подобных участках дороги, заканчивались для автоводителей детальным исходом. Также это приводит к игрозе жизни людей, передвигающихся на поездах. Мы уверены, что профилактические мероприятия позволят нам не только донести необходимую информацию для водителей, но и может сохранить чью-то жизнь, отмечают сотрудники автоинспекции. В период с 27 числа по 30 сентября произошло ДТП, связанное с большегрузом и поездом. По направлению НМС Черкесии. Да, по России очень много случаев, уже 22, к сожалению, с летальным исходом. Эта цифра повышается, процентность становится выше. Поэтому мы на сегодняшний день проводим вот такие акции с водителями, которые хотелось бы довести до них, чтобы они были внимательными на железнодорожных путях. Согласно статистике, ДТП на железнодорожных переездах происходит из-за движения на запрещающий сигнал светофора. По словам сотрудников полиции, неблагоприятная ситуация по обеспечению безопасности движения складывается на переездах, где нет дежурных работников, которые предупреждают водителя о движении поездов. Поэтому важно помнить, что состав мгновенно остановить невозможно, а заглушить двигатель автомобиля намного легко. Алихан Эпшока, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 3 плюс 2, в горах до 8 градусов мороза, а днём до плюс 20, и местами до плюс 14. Ночью и утром в горах на дорогах гололедица. В Черкесии без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи 0 плюс 2, днём 18-20 градусов тепла. 13 студентов Карачаева-Черкесского исламского института имени имама Абу Ханифы, проучившись 5 лет, получили дипломы государственного образца и пополнили ряды имамов и богословов. С торжественного мероприятия репортаж Аллы Динаевой. В Карачаево-Черкесском исламском институте имени имама Абу Ханифы сегодня торжественное мероприятие. И посвящено оно не только вручению документов, но и одной важной дате. Это мероприятие совпало с днём рождения, точнее с месяцем рождения пророка Алии Салату Асалам. Любимся Аллаху Салалу Алисалам, последнего пророка и посланника Аллаха Субхану Ата'аля. Этот день, дай Аллах, чтобы мы оценивали и возносили благодарность Аллаху Субхану Ата'аля за то, что Аллах Субхану Ата'аля не спасал посланника Судного дня, последнего пророка Салалу Алисалам. Ещё больше хвалим Аллаха Субхану Ата'аля за то, что Аллах сделал нас из его умы, из умы пророка Салалу Алисалам. Провели мавлит и читали аяты из священного Корана, рассказывали хадисы о жизни посланника Всевышнего, студента и преподавателя. Год из года обучающихся в исламском институте становится больше. Сейчас их около 80. Радует не только их количество, но и искреннее стремление молодых людей к знаниям, говорит ректор вуза Мухаммад Бачаев. На торжественное мероприятие в институт приехали и высокие гости. Мы на улице делали, да, вручали дипломы. Но сегодня уже красиво отремонтированное здание. Мне очень приятно здесь находиться. Мы, наверное, уже привыкли, но я впервые вижу, поэтому мне очень понравилось. Это всё благодаря Мухаммад Хаджи. Это мероприятие имеет для меня очень важное значение, сказал председатель Корнационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердзиев. Недавно искали имамов в мечети, не нашли. А вот сейчас уже эти выпускники, это уже будет у нас резервом. Когда надо будет, мы их уже будем ставить. И в мечетях будет, иншаллах, так, как положено по исламу. Муфтий Карачева-Черкесии выразил благодарность директору и преподавателям за проводимую работу и вручил дипломы выпускникам. Дай Аллах, что нам послужило тебе на пользу, на пользу исламу, на пользу нашей религинии. Меценат Леон Тамбиев преподнёс институту в этот день подарок. Дипломы бакалавра исламских наук, подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций в этот день вручили 13 выпускникам, а трое из них окончили институт на «Отлично» и получили красные дипломы. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим преподавателям, всем тем, кто нам помогал в этом обучении, что прошли такой путь. Хотелось бы дальше тоже совершенствоваться, познавать свою религию. И делиться знаниями. Больше года в институте проводили капитальный ремонт. Теперь он завершился. Сейчас преобразование происходит на территории вуза. И совсем скоро 86 квадратных метров двора уложат брусчаткой и возведут кованый забор. Оладинаева, Олег Малхожев, Вести, Крачева, Черкесия. История Покровской церкви Черкесской и ее священнослужителей. По таким названиям вышла книга про Таирея Александра Нартова. Автор рассказал о своей работе над книгой и подписал автографы первым читателям. Подробности у Али Баташева. Долгое время считалось, что эту деревянную церковь в разобранном виде перенесли из Ставрополя казаки Хаперского полка. Тщательно изучив и проанализировав неизвестные ранее документы, про Таирея Александр Нартов пришел к другому выводу. Строили церковь, вот эту, которую мы знаем как Покровская, лишь в 1843 году. Она была построена в центре станицы Баталпашинской. И тогда это здание, эта церковь называлась Николаевская церковь. Позже она стала Николаевским собором. Позже, когда Никольский собор каменный появился в станице в 1901 году, то тогда эту церковь разобрали, благоговеяно перенесли, собрали на этом месте, где она сегодня стоит. На презентации, которая проходила внутри здания Покровской церкви, отец Александр подробно рассказал о процессе работы над книгой. Шесть лет шел сбор материалов и работа с архивами, а сама книга была написана за девять месяцев. Она содержит биографические сведения всех священнослужителей Покровской церкви с момента ее основания до сегодняшнего дня. Текст сопровождают уникальные исторические фотографии. Интереснейшие документы были найдены в ростовском архиве. Все, что там было и касалось нас, все было вывезено. И теперь есть у нас. Да, огромное количество материала, которое было найдено, мы его обязательно опубликуем и на сайте, и, может быть, отдельной, но уже не книгами, а как сборником, который будет доступен здесь, в библиотеке Покровской церкви. Разные истории. Раньше мы знали о церкви, но батюшка провел огромнейшую архивную работу, работу в архивах, так что труд огромный, очень ему благодарны. В процессе презентации отец Александр рассказал о некоторых иконах и реликвиях Покровского храма. Это крест 1842 года, хоругви 2-го Хаперского полка, риза престола. По свидетельству старожилов, иконостас храма собран из икон, спасенных из взорвана в 30-е годы Никольского собора. Эти и другие интересные сведения были отражены в книге «История Покровской церкви Черкеска». Часть ее тиража уже передана в местные библиотеки и церковные лавки Покровской церкви и Никольского собора, неразрывно связанными между собой верой и историей. Али Баташев, Ренат Муков, Вести Крачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Ну-ка, все вместе». Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова